Всем привет! С вами я, Егор. Вы на канале Пушки. И сегодня у нас на обзоре будет PCP-винтовка от украинского производителя компании Zbroe, а именно Казак 450-220. Винтовка точно необычная, о ней 100% будет что рассказать, поэтому мы начинаем. По традиции начнем наш обзор с того, что расскажем, насколько этой винтовкой вообще удобно пользоваться. И скажу сразу, что в этом отношении Казак 450-220 это очень продуманное изделие, к которому будет довольно трудно придраться. Винтовка получилась довольно компактная, как видим, длина ее составляет всего лишь 81 см, и весит она при этом 3,1 кг. Ну, а название винтовки заодно является еще ее характеристикой, потому что 450 это длина ствола винтовки, ну а соответственно 220 это объем резервуара сжатым воздухом. Ложи этой винтовки я бы назвал, конечно, минималистичным, потому как никаких выборок, никаких насечек на нем попросту нет. Очень круто, что у Казака есть вот такая вот регулируемая щечка приклада, которую можно поднять аж на полтора сантиметра, чтобы добиться идеальной прикладки к оптическому прицелу. Ну а регулировать его можно путем послабления вот этого вот винта, потом мы выставляем щечку на нужное нам положение и винт, соответственно, обратно закручиваем. Очень надеюсь, что эта щечка поможет нам хорошо и результативно стрелять. Затыльник у этой винтовки был вполне себе обычный, резиновый, такой трапециевидной формы, которая сужается к низу, но владелец винтовки поменял его на более спортивный затыльник, надеюсь, он нам сегодня поможет. Планку Пикатинни, которую вы видите в кадре, поставил также хозяин винтовки, поэтому надо понимать, что именно с завода винтовка идет без таких вот креплений, поэтому сошки здесь изначально ставить некуда. Также надо отметить, что цевьё у этой винтовки довольно короткая, узенькая и имеет вот такой вот тонкий профиль, что мне, конечно, точно не по нраву, но, наверное, понравится тем, кто занимается всякой хулиганской стрельбой. Винтовка у нас многозарядная, поэтому в комплекте с ней идут два вот таких вот 12-каморных магазинов открытого типа. Я скажу честно, они мне очень нравятся, потому что заряжать их легко, для этого достаточно просто всовывать пульки сверху и придавливать, чтобы они сели на своё место. Ну и, соответственно, процесс идет очень легко, и заряжаемый магазин крайне быстро. Теперь, когда мы снарядили магазин, достаточно отвести рукоять с вода назад, усилий для этого больших вообще не требуется, и достаем уже отстрелянный магазин, и на его место ставим магазин заряженный. Всё, готовы стрелять. Кстати, выстрел происходит очень тихо, поэтому никаких замечаний к работе саунд-модератора, ну или глушителя, у меня, конечно же, нет. Вполне логично, что у казака нет никаких открытых прицельных приспособлений, поэтому у нас здесь есть вот такая вот довольно длинная планка вивера, на которой мы можем закрепить наш оптический или коллиматорный прицел. Также у казака есть вот такой вот неавтоматический предохранитель, который довольно удобно размещен. В передней части резика у нас вот такой вот манометр Вика, тут совершенно ничего необычного. Поперечный порт заправки находится у нас вот здесь вот, в передней части резервуара, и он надежно закрывается вот такой вот крышечкой на резьбе. Баланс у винтовки довольно удачный, и поэтому её центр тяжести находится примерно вот здесь вот, в районе спусковой скобы, что, я считаю, очень даже классно. Говоря в целом про комфорт пользования этой винтовкой, я могу сказать, что она и правда продумана до мелочей, и поэтому пользуются ей довольно легко и комфортно. И, конечно же, за это я могу поставить только оценку «отлично». Идём дальше, и будем говорить про запас выстрелов. А это именно тот параметр, которым казак 450-220 может по праву гордиться, потому что у него здесь просто огромный резик, объём, как я уже говорил, 220 кубических сантиметров, и с рабочим давлением в 300, блин, атмосфер. Даже на своих заводских настройках с мощностью в 30 джоулей эта винтовка с одной заправки делает 100 полноценных выстрелов. Ну, сейчас она настроена немножко иначе. И выдаёт 21,7 джоуль. И в таких вот настройках она выдаёт вообще какие-то колоссальные 160 выстрелов с одной заправки. Даже с учётом перерасхода воздуха на высоких давлениях, средний расход составил всего лишь 11 кубов на 1 джоуль энергии, что, в принципе, очень даже неплохо. Да и в целом автономность у винтовки отличная, поэтому я ставлю оценку 5 баллов. Что же касается спускового механизма этой винтовки, то могу сказать, что он позволяет регулировать как длину, так и усилие рабочего хода спуска. И при этом рабочий ход у нас совсем коротенький, хотя есть небольшой холостой ход, так называемая ступенечка. Ну, а усилие спуска составляет... Как видим, 380 грамм. В принципе, этим спуском довольно легко пользоваться, к нему быстро привыкаешь, и никаких проблем с ним вообще не возникает. Но, тем не менее, это, пожалуй, не спуск моей мечты, потому что ступеньки я не люблю, мне они просто не нужны, а усилие спуска, конечно, могло быть и полегче. Поэтому поставлю оценку 4 балла. Я прекрасно понимаю, что людей, которые рассматривают покупку PCP пневматики, в первую очередь интересует, конечно же, кучность боя. И сейчас мы посмотрим, как Казак 450-220 стреляет. Для этого пойдем на нашу подготовленную позицию в гараж и постреляем с мешков на дистанцию 25 метров. Для начала пульками GSB Exact весом 0,547 граммов, которые во время пристрелочной стрельбы показали чуть более стабильный результат. Что ж, как видим, на дистанции 25 метров Казак показал, ну, приемлемую кучность, и 5 пробоин образовали группу размером 13 миллиметров по краям, ну, а рассеивание по центрам составило 1,17 угловых минут. Ну, в принципе, да, терпимо, но давайте для уверенности отстреляем еще одну контрольную группу. Что ж, мы снова получили свои 13 миллиметров по краям пробоин, поэтому у нас все стабильно, можем смело идти на дистанцию 50 метров. Ну, и на 50 метрах мы получили группу пробоин размером 27 миллиметров по краям, а рассеивание составило 1,55 угловых минут. Скажем прямо, это не рекордный показатель, но, тем не менее, практически для любого стрелкового спорта, ну, кроме, разве что, бенч-реста, такой кучности будет достаточно. Ну, а для других прикладных и развлекательных задач, так называемых, хватит за глаза. Поэтому оценка за кучность для винтовки Казак 450-220 будет сегодня 3,5 балла. По поводу стрельбы с упора могу сказать, что здесь Казак себя также показал не идеально, в первую очередь, потому что у нас короткое цевье, из-за которого, чтобы хоть как-то увеличить площадь опоры, приходилось упирать винтовку на передний мешок прямо вот трубой резьга, которая, соответственно, круглая. Ну, и проблема у нас была также и в задней части винтовки, потому что нижняя часть приклада у нас узенькая, и поэтому надежно фиксировать ее ушками заднего упорного мешка также не получалось. Ну, и из-за этого всего, конечно же, винтовка была неустойчива поперечной плоскости, из-за чего я поставлю оценку за это только 3,5 балла. Ладно, хватит играться с мешками, пришло время для серьезных испытаний. Конечно же, это стрельба с рук. И для того, чтобы увидеть, как Казак ведет себя в этом деле, мы пойдем на рубеж 25 метров и сделаем, ну, хотя бы 5 выстрелов по стандартной ПТ-мишеньке, стоя с рук, естественно, без упора. Я думаю, тут результат стрельбы говорит сам за себя. Мы собрали всего лишь 37 очков из 50 возможных, и это, конечно же, откровенно слабый результат, но, тем не менее, для этого были свои причины, и сейчас мы их разберем. А такой результат у нас получился, конечно, не в последнюю очередь из-за того, что цевьё расположено слишком высоко, относительно спусковой скобы и рукояти, и поэтому при попытке взять какую-то нормальную изготовку, соответственно, упереть винтовку на левую руку. Упереть мы её можем разве что цевьём на кончике пальцев, поэтому вынужденно нам приходится упирать винтовку на ладошку с вот этой вот рукояткой. И вот такая вот изготовка у нас получается для стрельбы стоя. И скажу прямо, это не тот вариант, который позволит нам стрелять хоть сколько-нибудь результативно, это не то, к чему я привык, и не то, что я считаю комфортным. Вот в стрельбе сидя в так называемой фри-позишн, с этой винтовкой не возникает вообще никаких проблем, «Казак» легко занимает именно то место, которое ему отведено в моей изготовке. Поэтому сидя мы стреляем очень легко, комфортно и результативно. И благодаря удачному балансу и той самой вот регулируемой щёчки приклада, мы довольно-таки неплохо себя чувствуем при стрельбе лёжа, ну и сам «Казак», конечно же, ведёт себя довольно хорошо. Но несмотря на, в принципе, неплохого держания винтовки как сидя, так и лёжа, стрельба стоя была просто ужасная, она была катастрофическая, и поэтому общая оценка за стрельбу с рук, конечно же, будет только 3,5 балла. И подводя итоги нашего сегодняшнего обзора, могу сказать, что «Казак» 450-220, в принципе, показал себя довольно неплохой винтовкой, его железо мне прям откровенно и честно нравится, хотя вот дерево, конечно, не вызывает у меня уже такого восторга. Но в целом же он получает сегодня довольно неплохие оценки и средний балл 4,08. Ну и, как всегда, раз оценки уже выставлены, пришло самое время пойти и развалить что-нибудь с «Казака». Субтитры добавил DimaTorzok А на этом буду заканчивать свой ролик. Как всегда, благодарю вас за внимание и за просмотр. Ну, если ролик понравился, конечно же, вы можете поддержать меня лайками, комментариями и подписками на канал, если все еще не подписаны. И если хотите, если хотите, вы, конечно же, можете показать ролик своим друзьям и знакомым, может быть, они тоже заинтересуются пневмой, и уже скоро вы будете вместе стрелять на рубеже. А на рубеже я вам, как всегда, желаю только удачи, метких выстрелов и всего вот этого вот. С вами был Егор, вы смотрели «Пушки», до новых встреч, пока! Субтитры добавил DimaTorzok